Наведываться в департамент госдоходов алматинки Натальи Суворовой приходится довольно часто. У женщины свой бизнес, к тому же последние 4 года она является банкротным управляющим. Деньги за это платят не всегда, но с изменениями в законодательстве эта миссия может стать более привлекательной для предпринимателей. Поскольку сегодня вопрос еще окончательно не урегулирован по заработной плате нашей, но мы очень сильно надеемся на то, что этот вопрос в конце концов разрешится, и нас заложат в бюджет, и мы будем получать уже независимо от того, предприятие пустое, не пустое, мы будем получать гарантированную заработную плату. Сегодня многие бюрократические процедуры упразднены. Для бизнесменов это хорошие новости. К примеру, труд банкротных управляющих будет не только регулярно оплачиваться, но станет намного легче. Сама процедура более упростилась. Самое, наверное, основное это то, что теперь банкротным управляющим нет необходимости выкупать земельные участки при передаче имущества залоговому кредиту. 65% госуслуг сегодня предоставляются в электронном виде. Налоговики усиливают меры по борьбе с коррупцией. Веб-камеры, электронные очереди, системный анализ. Все это должно искоренить социальное зло. Вместе с тем и предпринимателям не будет причин давать взятки. Сроки рассмотрения документов стали намного меньше. С 1 мая 2017 года уже постановка на учет по НДС упрощается. Ставится на учет в течение одного дня. Можно двумя способами. Это электронно через кабинет налогоплательщиков направить соответствующее заявление о постановке. Либо прийти непосредственно в налоговое управление. Те документы, которые раньше предоставлялись, они уже упраздняются. Встречаться с предпринимателями фискалы намерены чаще. После проведенного анализа обращений налогоплательщиков будет выявлен ряд самых актуальных вопросов. На них сотрудники ДГД обещают ответить в следующий раз.